Меня похоронили заживо. С такой жалобой позвонил в редакцию ОТВ Андрей Тепфер. Мужчина числится мертвым в официальных документах. И длится это уже несколько месяцев. На руках у челябинца есть даже свидетельство о собственной смерти. Как такое могло произойти, разбиралась Светлана Сычкарева. Здесь урна с моим именем. Вот свидетельство о моей смерти. Андрей Тепфер бережно поправляет искусственные цветы на своей могиле. С грустью вглядывается в памятник. Судя по документам, мужчина мертв. Уже несколько месяцев. А здесь под землей закопана урна с его прахом. Узнал об этом мужчина недавно, когда получил свидетельство о собственной смерти. Известие так напугало Андрея, что он не мог разговаривать несколько часов. Какой шок, я же живой. Вон, потрогайте, я не зомби. Жителя Челябинска похоронили заживо. Правда, по документам. У Андрея Тепфера от сердечного приступа умер брат Сергей. Однако из-за путаницы свидетельство о смерти оформили не на умершего, а на его живого родственника Андрея. Паспорт немого покойного, как и положено, уничтожили. Теперь Андрею недоступны все радости живой жизни. Не может отправиться в путешествие, записаться к врачу на прием и даже устроиться на работу. Ведь во всех этих местах сразу требует паспорт. А так как формально он мертв, то в ответ на свои просьбы слышит только отказ. Ведь покойному это вроде бы как все и без надобности. Мать братьев из-за стресса практически перестала ходить. Со слезами вспоминает то страшное утро. Нашла старшего сына мертвым в постели. Вызвала полицию. Но еще до приезда правоохранителей на ее пороге уже начали драться сразу трое похоронных агентов. Самому сильному и достался заказ. Он же увез паспорт умершего, чтобы оформить свидетельство о смерти. Женщина утверждает, что не могла перепутать документы детей. Я еще посмотрела на паспорт. А что Сережин паспортный? Я дала ему. Ну разве, ну какое сравнение? Ну разве это Андрюша, вот разве можно было спутать Сережу и Андрюшу? Совсем они разные. Они там не то, что не проверяют, они вообще бегом все делают. Быстрее бы деньги получить, больше ничего. Похоронщики свою вину отрицают. Утверждают, что забирают умершего и оформляют документы только после того, как полицейские подтвердят его личность. Марк уже принял эти, ну на основании направления полицейского. Ну и соответственно уже скрытие прошло. И было сделано в ЗАГСе регистрация смерти. Полицейские, в свою очередь, винят во всем мать братьев. Мол, она акт читала и даже подписала его в знак того, что все написанное верно. Она предоставила документ, паспорт. На основании этого паспорта было выписано направление и объяснение она прочитала, подписала, она с ним ознакомилась. Не найдя виновных, Андрей Тепфер написал жалобу в прокуратуру с требованием определиться, жив он все-таки или мертв. Самостоятельно он в суд обратиться не мог, поскольку паспорт у него отсутствовал. Прокуратура Ленинского района подготовила исковое заявление об аннулировании записи о смерти гражданина и о признании недействительным свидетельством о смерти. Суд это решение удовлетворил и Андрея официально признали живым. Теперь с решением суда и выпиской из ЗАГСа он идет в паспортный стол. Принято заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации и в установленный законом срок, сроком до 10 дней он получит паспорт. 24 июня Андрей должен получить паспорт. Называет это вторым рождением и обещает отметить. Первым делом, как документы будут готовы, собирается продлить страховку на машину и устроиться на работу.